Корейский полуостров преподносит сюрпризы с самого окончания Второй мировой войны. Временное разделение страны между СССР и США по 38-й параллели приобрело характер постоянного и после прошедшей Корейской войны. Стало труднообратимым. Оба правительства на юге и на севере рассматривают себя как единственную легитимную силу. В биполярной системе мирового устройства Киньян и Сеул занимались своими делами, играли отведенные им роли и на этом держалась ситуация. Вместе с распадом Американской империи судьба Кореи, корейского мирного урегулирования повисла на волоске. Не только из-за того, что Вашингтон толкает Сеул ко все более враждебным действиям в отношении России и КНР, но и из-за ситуации на Тайване. Южная Корея, как и Япония, будут непотопляемыми базами и авианосцами для американской операции в Тайванском проливе, если такая вообще случится. На этом фоне Пхеньян устами Ким Чен Ына делает резкие заявления. Во-первых, Южная Корея объявлена враждебной страной номер один и неизменным врагом севера. И это предлагается закрепить в конституции страны. Попутно закрыть аналог Южнокорейского министерства воссоединения Кореи. Во-первых, в случае возобновления Корейской войны страна и вовсе должна быть уничтожена, а ее территория оккупирована армией КНДР. Не слабо, правда? У режима Кимов оружие достаточно и велик шанс того, что Пхеньян сможет добиться много. Но сможет ли он победить? В любом случае главное – пострадает корейский народ. Даже прошлая их война стоила 3 миллиона погибших. Что касается мирного населения, то процент погибших гражданских оказался выше, чем во время Второй мировой войны или войны во Вьетнаме. Сейчас ситуация будет еще страшнее, и обоим сторонам конфликта будет нанесен чудовищный урон. Заметим, что такой исход не в наших интересах. Нам выгоднее пользоваться в ЭПК КНДР, пока тот цел, а не разрушен конфликтом. А именно это и случится, если на полуострове снова все вспыхнет. К тому же можно догадываться, что случится с населением на оккупированной южнокорейской территории. Экономический потенциал у Единой Кореи будет весьма высок, и нельзя сказать, что это выгодно нам или Китаю. В общем, громких слов будет много, как и разного рода учений. Однако, если что-то и случится, то не раньше начала событий вокруг Тайваня. И чтобы не заканчивать на столь серьезных и взрывоопасных нотах, предлагаем посмотреть на Вашингтон. Там застукали Джо Байдена с яблочками и 11-летней девочкой. Пока кто-то не подумал о чем-то другом, страшного ничего не случилось. Джо Байден решил развеять все сомнения о состоянии своего здоровья и показал журналистам пакет продуктов из магазина. Если бы точным, яблочек, которые он упаковал не для себя, а для нуждающихся. То есть малоимущих американцев, которым сам лично президент помогает складывать яблочки в пакет. И параллельно пообщался с девочкой 11 лет. Мы, конечно, никогда не видели ничего такого у нас в стране. Но сдается мне, что обязанности главы государства помогать малоимущим чуть-чуть другим путем. Яблочки – это, конечно, здорово. Но создание рабочих мест еще лучше. Мы не знаем, можно ли создать рабочие места, работая на фасовке. А вы знаете? Реквизиты для поддержки в описании к видео.